Всем большой привет! Добро пожаловать на канал! У меня баклажка там стоит, Макс привёз воды. Ой, на улице такое снежище, такое ветрище, что даже рот не откроешь, глаз не откроешь. Поэтому на улице не снимала. Дошла до работы, вся красная, вся промёрзла. Я же и шапку, и капюшон сверху натянула, и шарфом вот так вот опуталась. И всё равно щёки не мои, ногти замёрзли хотя и в перчатках. Вот именно материал сам мёрзнет, и от этого вот аж кончики пальцев ломит. Поэтому я хочу сегодня снять ногти. И дома тоже неудобно с этой перестановкой, с этой уборкой. И на улице тоже холодно. Вот у меня сегодня одна девочка, ну и я сама вторая, сама у себя. Сейчас немножко здесь приберусь, потому что уходя, там смотрю и валяется всё. И тут, и там, короче, надо немножко прибраться, поэтому пришла пораньше. Вот так вот. Светленькая, тёмненькая. Всё, отпустила клиентку. За час десять мы справились. Вот такой базой работала. Подложка у меня была. Потрясанная в Робер база. И топ. Так понравилось мне. Я же обычно Рунейлом пользовалась. Наконец-таки у меня закончилась Рунейла. Я уже ждала, когда закончится, чтобы какую-нибудь другую базу попробовать. Хотя вот спрашивается, зачем, если с Рунейл всё хорошо носится. Эта база пожиже. Быстренько так получается всё распределить. И топ тоже такой жидковат. Он пожиже, чем вот этот топ. И тоже быстренько получается. Тоненьким слоем сразу на все четыре пальчика. В лампу и большой отдельно. В общем, быстро получается работать. Но вот эта вот протезирующая база, она, конечно, густовата. Такое ощущение есть, как будто эту базу смешали с акриловой пудрой. Вот такой консистенции. Она, конечно, сама распределяется, но очень медленно. Приходится тоненькой кисточкой прям помогать ей активно. Время полдвенадцатого. Я пойду выпью кофе и позавтракаю. Потому что я ещё не завтракала. Сегодня как-то у меня не сложилось. Сейчас пока сидела-пилила, у меня без конца сверкал телефон. Но он на беззвучном стоит. И когда сообщение приходит, он так вот сверкает. Я так одним глазом смотрю. Смотрю, что-то в чате происходит. У мастера по ресничкам, к которому я хожу, она в телеграм-канале создала... Ой, нет, в WhatsApp она создала группу. Добавила всех туда своих клиентов. Там какие-то объявления она даёт. Но вот её ошибка была в том, что она не закрыла сообщение. Ну, то есть, как сказать, чтобы только она могла писать в этот чат какие-то объявления и свободные окошки. А так получается, что в этом чате у всех её клиентов есть доступ писать в чате. И она ещё в ноябре говорила по поводу предоплаты, что, девчонки, все, кто записан на декабрь, прошу по тысяче рублей скинуть предоплату. Это, говорит, не доверие, это ничто. Но мне, говорит, так спокойно, говорит, что я знаю, что всё. Вот у меня эти окошки заняты, что я могу на вас рассчитывать, и что я никого больше никуда записывать, перезаписывать, двигать не буду. Всё, это вот вы придёте. Если, говорит, у вас какой-то форс-мажор или вы заболели, то, конечно же, говорит, я вам эти деньги верну, если уважительная причина. А если просто так, что вы проспали, опоздали и не придёте, то, естественно, предоплату я не верну. Это ещё было в ноябре месяце. Я вот когда в ноябре ходила, я сразу ей тысячу рублей оставила в качестве предоплаты, и всё. Я приду, что у меня тут соседний подъезд, я знаю, что я приду. И у меня нету какого-то, знаете, такой обиды какой-то на неё или что, что вот я и хожу к ней давно, и по-соседски, а она с меня предоплату. Нет, ну если такие условия, то я приду, я знаю, что я приду. У меня есть выходной день, который я выделила для себя от клиентов перед Новым годом, где я, допустим, сама себе захочу сделать ногти и захочу себе сделать реснички. Всё, я рассчитываю на этот день, и поэтому я уверена, что я приду. И вот она с утра скинула, говорит, девчонки, 11 человек, ещё не скинули предоплату. Пожалуйста, говорит, сегодня мне скиньте. Ну, если есть возможность, говорит этот, ну, либо отпишитесь, либо квитанцию, говорит, мне отправьте. Короче, я вам сейчас просто включу сообщение. Думаю, здесь ничего такого нету, так как здесь я имён не озвучиваю. Даже не знаю, кто это, просто вот сообщение, голос я сделаю ускоренным. Как бы понять, кто это, что сказал, будет непонятно. Слушаем. Девушки, всем доброе утро. Я также являюсь участником этой группы. Ты замечательный мастер, прекрасный. Возможно, даже один из лучших. Но после вот этих твоих предоплат, ну, какие-то такие сообщения странные, безответственные, какие-то мы ответственные. Почему ты судишь людей? Не понимаю. Я к тебе хожу сколько? Я полтора года к тебе отходила, и, наверное, ходила бы дальше. Но вот эти вот истории, писать в личку, Оленька, ку-ку, ну, в смысле, ку-ку, это, ну, это некрасиво по отношению к постоянным вот клиентам, как минимум. Правда. Ты можешь там камнями кидать, и девочки так же можешь кидать. Правда, неинтересно. Я сейчас покидаю эту группу. Ты хороший мастер, вопросов нет, но подход совершенно не ты правильно выбрала. Всем доброго дня. Всё. Всем удачи. Во-первых, она никого не оскорбляла, да, мастер. Она сказала, что я к вам уважительно ко всем отношусь и надеюсь, что это взаимно. Вот. То, что она говорит, там, уважительные отношения, неуважительные, мне кажется. Ну, вот, единичный человек, которому, видите, это не понравилось. Ну, и ещё, конечно, сегодня утром тоже просто напоминалки. Одна девочка просто удалилась из чата, не объяснив ничего. То есть она была записана на 20-е число. И когда вот она напомнила в чате, там, девчонки, 11 человек, она, ну, имя он не называла, ничего. Вопрос написал, девчонки, 11 человек не оплатили. Вот сколько нас? Нас в группе 50 человек. 50 человек. Ну, вот 11 не оплатила. Она говорит, девчонки, 11 человек не оплатила, пожалуйста, говорит, отчитайте, там, либо в личку напишите, либо квитанцию скиньте. И вот эта девочка была записана на 20-е декабря, она просто взяла, вышла из группы, отменила свою запись. Ну, как бы это, ну, не знаю, короче, как вы думаете вообще это? Ну, это одно из условий мастера. Вы либо идёте, либо не идёте. Ну, да, вот вы ходите к этому мастеру, вот как она, вот эта девушка, полтора года. Ты считаешь её хорошим мастером. А почему вот эта маленькая просьба так обидела тебя? Я не знаю. Ну, я ничего такого в этом вообще не видела. Там же не просит она сверх нормы. Вот в честь Нового года прошу на 1000 рублей больше мне прислать, оплатить, да, за ресницы. Нет, это же в стоимость всё входит. Какая разница, что ты сейчас 1000 рублей заранее оплатишь, что ты потом придёшь. Ну, не знаю, ну, одно из условий, вот услуги, предоставления услуги. Кому-то это показалось обидно. Как вы считаете, вообще правильно это или неправильно, вот как со стороны клиента? Вот клиент говорит, что это неправильный подход мастера. Как вы вообще на это смотрите? Вот, читаю прям следующее сообщение после этого голосового. Пишет уже клиент. По поводу предоплаты поставьте себя на место любого мастера. У вас есть постоянные клиенты, им вы отдаёте приоритет, все довольны, клиент уверен в получении услуги, вы в заработке. И вдруг кто-то просто взял и не пришёл. И вот перед этим праздником вы, конечно, сидите и думаете, Лучше бы я взяла тех, кто очень просил. Думаю, мастер права в вопросах предоплаты. Это несколько организует нас, как клиентов, и мастеру придаст уверенности в завтрашнем дне. Просто есть некоторые клиенты, которые думают, что вот я к ней хожу полтора года, она мне обязана. Значит, вот она должна всех отложить и меня принять как постоянного клиента. Перенести запись должна, потому что я же постоянный клиент, я же ей каждый месяц приношу доход. Значит, она мне должна. Вот есть такая точка зрения у некоторых клиентов. У меня тоже такая была, которая мне сказала, что ну я же к себе хожу полтора года, почему ты не можешь мне окошко найти? Это на вопрос о том, что она никогда не записывалась вовремя. И потом вот просто в один прекрасный день мне надоело выходить в свой выходной или брать уже сверх нормы, которые для меня приемлемы. Нормы три человека в день тогда я принимала. Вот я сказала, извините, окошек нет. И тогда ко мне уже с претензиями начали обращаться, что почему я к тебе хожу полтора года, и ты для меня не можешь найти окошко. Вот тут такая же интересная ситуация получается. Вот дальше тоже следующая клиентка пишет. Не павься, не извиняйся, предоплата – это нормально в этом бизнесе. Дальше клиентка пишет. Многие мастера берут предоплату в течение всего года, а не только на Новый год. Не вижу проблем в этом. Дальше следующая клиентка идет, которая тоже ко мне ходит. Вот я ее просто по имени узнала. В чате даже узнаю, что у нас оказываются общие клиенты. По имени к мне обращаются. Не парьтесь от слова совсем. У каждого у нас свои недостатки, все мы разные, но эта девочка ваших просьбов увидела так, а многие ничего страшного не заметили. Дальше пишет следующая клиентка. Я сейчас вам весь чат прочитаю. Думаю, здесь ничего такого нету, правда же. Все чаты плюс-минус одинаковые. Девушка, оставившая голосовое сообщение, в корне не права. Наш мастер корректный и любезный человек. Это правда. Каждый раз напоминает о записи. Она мастер и вправе выдвигать условия своей работы. Вот о чем я и говорю. Тем более, что это ее основной сночник дохода, а не хобби или подработка. Свои интересы некоторые понимают, а интересы других не очень хочется. Выходит так. Ну и в море таких с пляжа. Дальше пишут девочки. Я обожаю своим мастера по ресничкам. Поцелуйчики отправляют. Следующий комментарий. Зачем было, конечно, отправлять голосовой в группу? Я не понимаю. Показать свое я? Да всем все равно. Девочкам всем хорошего дня и адекватных людей вокруг. Вот. Ну и дальше наш мастер пишет. Спасибо за понимание, девочки. Вы у меня самые замечательные. Ну, получается, смотрите, 50 человек у нее клиентов. 50 человек минус 2. Одна удалилась молча, а одна вот решила свою фию высказать и удалилась. Получается, остается 48 человек. Сколько в процентном отношении это получается, да? Процента 4, наверное, или сколько? Процента 4, наверное, получается. Ну, вот такие вот ситуации как раз и помогают отсеять клиентов. Остаются только лояльные клиенты, которые, ну, как говорится, это мой мастер, это мой клиент. А такие, которые... Ничего личного, это бизнес, да? Я прихожу к тебе только на ресницы, и мне вообще не беспокоит, что там у тебя приходит. Я к тому, что у этого мастера, у нее особенная ситуация. Я не буду говорить, это просто очень личная. Она не для каждых клиентов. Это да, у нее есть особенности. Но она очень хорошая мастера, она отзывчивый человек, реснички у нее получаются супер. И сказать, зная эту особенность, вот человек... Я не знаю, насколько у нее язык повернулся вообще написать это. Просто считаю, что этот человек потребитель. И она не рассматривает вообще никакую другую позицию, кроме своей, как потребителя. Вот и все. Все. Пошла и работать. Новый день. Всю ночь шел снег, и сейчас идет... Посмотрите, какая шапка на кондиционере. Сколько здесь на подоконнике снега. Я так и не сделала себе ногти. Сделала обзор, устала и пошла домой. Поэтому сегодня у меня рабочий день. А, кстати, я уже делилась с вами в группе в Телеграм, но хочу и на Ютубе тоже поделиться. Вот смотрите, вот такая красота. Ой. Вот такая красота у меня вылезла на орхидеи. Отцвела, значит, она. Я веточки не обрезала, так как они были зеленые. Оставила их. И вот там, как вы мне подсказываете, пошла детка. Вот. Ну что. Пошла я в этот снегопад. Встретила Настю. Со школы шла. Вот уровень снега. Смотрите, какой машины. Скамейка. Прямо по лавочку. Так, ну, наверное, где-то здесь давай, да? Смотри, бордюра не видно. Вот тут вот бордюр. Вот он. Так. Мне получается прям весной. Обалдеть. У меня ноги провалились. Давай вот сюда повесим, чтобы далеко не ходить. Мама дорогая, смотрите. Ну-ка. По колену снег. Настя, у тебя смех такой. Ты, наверное, туда не залезешь. Ну-ка, попробуй. Перешагни бордюр. Вешай. Добрая мама. Вешай. Смотрите, снега сколько. По колено, Насте. У нас получилось повесить кормушку. Сейчас, Настя, туда теперь зернышек насыпет. Побольше? Да, побольше. Только ты не с того окошка, а вот отсюда клади. Да. Не переверни. Все нормально? Еще. А, еще? Да, ну побольше, да. Вообще, не знаю, не перемерзли ли все птицы-то. Снег не позволяет. Да, низко. Надо было повыше повесить, но мы не можем добраться. Вот если снег растает, будет высоко казаться. Смотрите, сейчас я покажу, сколько снега. Вот, видите? По колено. Ну, вот, зато повесили кормушку. Держи, Настя, пошла на работу. Еле прошла дорога. Дорога, на которой не чистят снег. Где внизу лед, сверху каша. Это вообще что-то с чем-то. Я смотрю, вон на фонарных столбах вон сидят еще птички. Нужно покормить их. Надоело мне, что у меня все птицы падают. И я их вот так на скотч посадила. Вот. Кто-то подкинул идею в группе в Телеграм. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. У нас там интересно. Ссылку оставлю в комментариях. Вот у меня здесь вот такие базы, вот такие лаки, вот такие лаки. В общем, красоты много. Сейчас придет девочка, не знаю, что она будет делать. Нужно посмотреть, если она до Нового года больше не записана, то нужно будет ей подарочек сучить. Может, оставим? Нет. Не могу. Не могу. Отпределки. Все. Я отпустила девочку. Так приятно. Она мне подарила подарок. Я даже не ожидала. Смотрите, как я сейчас покажу. Во-первых, это палитра, которую я давно хотела. Я даже Максу купила молды, чтобы он не залил. Но у него все никак нет времени. Он дракончиков заливает, елочные игрушки. А вот мне палитру не может никак залить. Такая она классная. И какой-то... А, кракелюр. Кракелюр от Global Fashion. Круто. Вот это внимание, я понимаю. Так приятно. Ну и сладкий подарок тоже. Подложку я сделала из айрис-кей базы, rubber-база. Потом гель той же торговой марки. Молочный. Но он такой прям более к белому. Густоват немножко. Пришлось подольше поворонивать. Но получилось сделать ногти без опила. И покрывали топом от Patrice Nail. Ну и там такие небольшие рисунки были. Я уже... Я думаю, не столь важно, каким материалом я эти полосочки делала. Чего я жалуюсь на Макс? Он же мне вот такую палитру сделал. Такая с полосочкой. Эта полосочка должна была здесь быть. Но она спустилась. И она получилась двухсторонняя. Черная. А полосочка вот внутри где-то. Но я пользуюсь вот такой пластиковой. Мне чем удобно? То, что здесь можно кисточку положить. И накапать сюда, что надо. И вот сюда гель-лак. Я переворачиваю бутылёк, когда он кончается. И хорошо, он за стеночки не вытекает. И удобно пользоваться. Поэтому как-то вот не могу я от неё отказаться. Даже палитру купила. Но всё равно рука прям к этой подставке тянется. Она теперь такая будет красивая. Без рециркулятора я сейчас не работаю. Все вокруг болеют. Я вам желаю не болеть. Всем хорошего настроения. Спасибо, что смотрите видео. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok